Высказывания лидера правящей партии Грузии Бедины Иванишвили, который заявил о том, что Грузия готова извиниться перед Астинами за пятидневную войну, связаны с парламентскими выборами в Грузии, которые пройдут в октябре этого года, заявил начальник информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов. В Грузии сейчас достаточно такая бурная предвыборная кампания. Там сложилась достаточно жесткая конкуренция между основными политическими силами. Эти процессы, они усугубляются и внешним фактором, то есть давлением со стороны западных стран. В Южной Осетии учитывают этот контекст предвыборный и, соответственно, это означает, что каких-то далеко идущих выводов делать из этого не стоит. Для нас самое главное, какие практические шаги, какие действия будут следовать со стороны грузских властей, со стороны тех лиц, которые отвечают за формирование и реализацию основных направлений грузинской политики, политики именно как государства. Конкуренция между основными политическими силами накануне парламентских выборов, намеченных на 26 октября, приобрела весьма жесткий характер. Очевидно, что тональность заявлений, которые регулярно озвучиваются и будут озвучиваться разными политическими силами, напрямую связана с контекстом избирательного цикла, уверен Вазагов. Политики Грузии очень щедры на разного рода заявления и обещания, но, как правило, на практике многое из этого не выполняется. То есть мы можем вспомнить те же обещания Михаила Саакашвили на канюне вторжения в Южную Осетию, но буквально через несколько часов грузинские войска начали вторжение. Похожие в исполнении уже Эдуарда Шеварнадзе мы слышали после войны 1929-1992 году, когда он, точно так же выступая в Горе, заявлял о том, что в Грузии был провинциальный фашизм в лице режима зведа Гамсахурдия, и что Грузия должна покаяться перед Осетином из-за всей совершенной зверства. А наказа за все этими заявлениями тогда так же не последовало никаких практических шагов, то есть имеется в виду ни наказание виновных в совершении военных преступлений, ни признание Южной Осетии, ни компенсации нанесенного ущерба. То есть все эти заявления, они так и остались на уровне голосоводных деклараций. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий шестилетний срок за превышение и злостное использование служебных полномочий, назвал высказывание Ивани Швили беспрецедентной изменой. Происходя из всего опыта, мы будем дальше наблюдать за происходящим в Грузии с позиции стороннего наблюдателя и смотреть за тем, какие практические действия будут предприниматься именно по тем, обозначенным вопросам, которые неоднократно были озвучены нашей стороной. Это касательно признания ответственности Грузии, реального признания, подписания соглашения о неприменении силы и по вопросам деэлимитации демаркации гранится. Конечно же, комплексы это означает, что для восстановления добрососельских отношений Грузия прежде всего должна признать Южную Осетию и затем уже на равноправной основе выстраивать какое-то там мирное будущее с учетом взаимного уважения, учета интересов. А все остальное, как я уже сказал, это декларации, это просто голословные заявления, которых мы за все последние десятилетия слышали предостаточно. Необходимо отметить, что позиция Южной Осетии по затронутой проблематике неоднократно озвучивалась и президентом Республики Южная Осетия Аланом Гоглоевым, и Министерством иностранных дел Республики Южная Осетия и не претерпела никаких изменений. Исходя из печального опыта грузино-остинских отношений, в Скинвале ожидают не только устных деклараций, но и практических шагов, в том числе в рамках женевских дискуссий, на которых главным вопросом остается достижение договоренностей, а подписание юридически обязывающего документа о гарантиях безопасности. При этом независимость Южной Осетии не может быть предметом обсуждений. Лена Газаева, Заурустаев, информационный выпуск. Сегодня.